Новогодние праздники уже практически отгремели, и в новом 2021 году первое видео, которое я хотела бы для вас снять, это видео по просьбе одного из подписчиков, в котором я буду говорить о десятке своих самых любимых альбомов. Все эти альбомы в разные периоды моей жизни оказали совершенно разное на меня влияние, каждый из них по-своему прекрасен, поэтому располагаются они, ясное дело, не в порядке от худшего к лучшему, а просто потому, что вот так вот. Начать я хочу с альбома группы Tribulation Children of the Night. Он первым ко мне пришел в голову, наверное, потому что он оказал самое сильное, наверное, самое кардинальное влияние на меня в тот момент, когда я его послушала, впервые начала гонять. Долгое время я его даже не скачивала, просто гоняла в интернете, но он настолько легкий и воздушный, но при этом очень странно получилось то, что он зашел ко мне в голову тогда, когда я слушала вещи вплоть до Brutal Death'а типа Suffocation. Это именно тот альбом, который развернул мой вектор с утяжеления и ускорения на музыкальность и мелодичность. Сам по себе этот альбом номинально представляет из себя типа как симфоблэк, но когда я увидела это в тегах, приписанных к этому альбому, найдя его в интернете, естественно, то я очень удивилась, потому что в нем, на самом деле, очень сильно прослеживается влияние готики, именно готик-рока. Недаром на этой пластинке, на ее расширенном издании, впервые в качестве бонус-трека появляется кавер на группу Cure, песня One Hundred Years от группы Tribulation. В такой метал-версии это прозвучало очень странно и необычно, меня это очень впечатлило. К тому же на этом альбоме присутствуют такие весьма задорные, по-своему, конечно, вещи, как, например, вступительный трек Strange Gateways Bacon и следующая за ним песня меланхолия. Все они очень атмосферные и умудряются, будучи даже энергичными, все равно быть пронизанными ноткой такой, знаете, запредельной космической тоски и грусти. При этом не какой-то упаднической, а, ну, меланхолии, одним словом. После того, как я ознакомилась с текстами песен, которые присутствуют на этом альбоме, у меня возникло стойкое ощущение лавкрафтовщины. Хотя ни имени самого Говарда, ни каких-то древних богов и ни, не дай боже, ктулху там, естественно, не упоминается. Просто сама атмосфера космической такой межзвездной жути, особенно ближе к концу альбому, прям проникает через эти прекрасные ноты в мозги к слушать. Следующий альбом, о котором я вам расскажу, это альбом группы Coroner No Mo Cala. Почему именно этот альбом? Хотя все вообще-то котируют Punishment for Decadence, который был предыдущим. Этот альбом, он в рамках всего творчества группы Coroner показался мне таким переходным моментом между просто таким мелодичным, техничным трешаком с гармоническим минорчиком и все такое, к вещам уже со сложными размерами, которые присутствуют в Mental Vortex в большей мере, ну и так далее. Мы все знаем, чем закончился творческий путь группы Coroner и какую странную музыку они стали делать ближе к его концу. Но альбом No Mo Cala, он как бы демонстрирует прям самые-самые зачаточки вот этой самой странной музыки, которая очень удачно сплетается с техникал трешем, который группа Coroner демонстрировала нам до этого момента. Шведы, они в принципе люди довольно-таки странненькие, и сколько бы я ни слушала шведской музыки, вся она представляет из себя какую-то оригинальность, какую-то специфичность. Предыдущая группа Tribulation, если я не ошибаюсь, они тоже из Швеции, кстати говоря. Наверное, поэтому и пришло в голову смешать Black Metal и Gothic Rock. Таким образом, альбом No Mo Cala, он как бы развернул мои музыкальные вкусы от кроссовер-треша, от ускорения, от более злой музыки к техничным каким-то вещам. Ну и, естественно, показал мне, что бы ни возникало в фантазии музыканта, оно всегда найдет своих слушателей. Следующий выбор, так скажем, довольно-таки очевидный. Вы бы, наверное, очень удивились, если бы этого альбома не присутствовало в данном списке. Это альбом группы Dead Sound of Preserverance. Тоже очень экспериментальный альбом. Те, кто интересовался вообще историей этой группы, знают, что большая часть песен с этого альбома принадлежала вообще другому проекту, следующему проекту Швельдинера Control Denied, который он зачал, так скажем, когда понял, что Dead, в принципе, как жанр, тот Dead, который он начал делать, который он зачал, он как бы уже того. Он безысходен, развиваться в нем, собственно говоря, некуда. Он начал делать какие-то экспериментальные больше вещи, но лейбл принудил Чака Швельдинера выпустить еще один альбом, пригрозив тем, что иначе с Control Denied не будет подписан контракт. Ну и был состряпан альбом Sound of Preserverance таким образом. Треки, которые на нем присутствуют, это смесь даже не с блюзом, хотя может показаться моментами, это вообще что-то с чем-то. Как вообще два человека, если говорить о концертных, к примеру, уступлениях, могут играть, казалось бы, независимые друг от друга партии, ну или практически независимые, но при этом попадать друг к другу. Со временем до меня дошло, когда я сама уже начала делать довольно-таки специфический музон, что такие загадки решаются с помощью метронома. Но я думаю, что это возможно не тогда, когда музыка рождается в процессе импровизации, как довольно-таки много тяжелых групп пишут свои альбомы, а в процессе долгих часов упорного и кропотливого труда. Об этом альбоме можно сказать еще очень-очень много всего, но, наверное, это будут только слова восторга, поэтому я хочу перейти к следующему альбому. Это альбом группы Dayside под названием Serpents of the Light. На контрасте с Sound of Perseverance песни на Serpents of the Light довольно-таки короткие, имеют по большей своей части однотипную структуру и с точки зрения музыкальности довольно-таки мало из себя представляют. Но я отмечаю этот альбом, потому что он полон энергетикой. Энергетикой такой задорной, немножечко сатанинской, но при этом очень бодрящей и воодушевляющей. Это именно та музыка, которую мне хочется включить и прям вот мошить под нее. Под них убираться очень классно, потому что возникает прям такой объем энергии, когда слушаешь этот альбом, что на это просто не передать словами. Я думаю, если кто-то из вас ходит в спортзал, то качаться, например, или там бегать, или кататься на велосипеде, кстати говоря, такой опыт у меня был. Под этот альбом очень приятно. Прям чувствуешь, что ты способен горы свернуть. Текста этого альбома я не вдавалась, потому что слишком много, наверное, в моем плейлисте групп, которые позиционируют себя как сатанисты. Я не в восторге, хочу сразу сказать, от такой позиции, потому что я считаю... Извините, ребят, но я считаю сатанизм довольно-таки глупым занятием. Но это не означает, что музыка таких ребят — это что-то плохое. Сатана и вот этот весь ореол силы, независимости и демонизма, который вокруг него присутствует, это источник вдохновения очень для многих металлических коллективов, а против вдохновения я, ясное дело, ничего не имею. На этой веселой и задорной ноте я позволю себе перейти к следующему альбому в списке. Это альбом группы Down под названием A Bustle in Your Hedge Grow. Этот альбом пропитан легким флером новоорлеанской южной тоски, алкоголя, ну и другими вещами, о которых лучше не говорить на ютубе. Мне он подарил в свое время ощущение свободы от этого бренного мира и мысли о том, что если ты периодически впадаешь в депрессняк, это совершенно не означает, что ты какой-то ущербный. Иногда, когда видишь, что люди вокруг все движутся, что-то создают, какой-то движуху доходят на концерты, выступают, постоянно, я не знаю, выплевывают какой-то контент в массы, иногда возникает ощущение, когда у тебя кончаются силы на все это, что ты совершенно никуда не годишься. И этот альбом, это именно то, что надо в такие моменты. Он как бы говорит тебе о том, что чувак, да у всех бывает. Еще немножко вдарим по сатане. Следующий альбом, о котором я хочу вам рассказать, это альбом группы Electric Wizard, Which Cult Today? My English is very bad. Electric Wizard это вообще одна из первых команд, которые я стала слушать в рамках не быстрой музыки, то есть не трэша, не дэта. Это именно такой очень медленный кочевый музон. Кто не в курсе, эти ребята играют сладж, стонер, местами думец, конечно, проскальзывает. Такая музыка, в принципе, в рамках одного жанра, она довольно-таки скучная. И так или иначе, людям, играющим такие штуки, приходится несколько жанров пихать в свое творчество. Ну, или они сами там появляются логичным образом. Чтобы просто, ну, можно было выпустить хотя бы еще один альбом в рамках своего данного коллектива. Ну, и здесь все довольно-таки разнообразненько. Относительно предыдущего творчества группы альбом как раз стал немножечко поактивнее, и в нем появилась какая-то толика юмора, что ли. С предыдущего их творчества можно отметить альбом Доптрон, с прекрасной их, во-первых, одноименной песней, во-вторых, Финералполис, потом Барбариан про Конана Варвара. Мне очень нравится эта песня. Но я выбрала именно Уич-культ, потому что он наиболее похож на какую-то целостную картину, что ли. При этом, имея в своем составе замечательный, очень атмосферный, тягучий и местами немного электронный инструментал, песню про Данвич, опять же, отсылочка к Лавкрафту, я не могла пройти мимо этого и не выказать свою симпатию. Ведьминская тема, которая, как вы, наверное, уже успели заметить, меня приводит в некоторый восторг. Кстати, это началось как раз после прослушивания этого альбома. Ну и потрясающая просто песня про упоротого Дракулу, на которой они сняли не менее замечательный, не менее низкобюджетный клип, от который я просто в восторге. Поэтому всем любителям небыстрого музла, темных ночей, черной магии и... кое-чего еще, о чем лучше не говорить на ютубе, я советую обязательно прослушать этот альбом, хотя вы, скорее всего, уже давным-давно это сделали. Следующий альбом – это альбом группы Entombed – Serpent Saints. Он не только название похож на альбом группы Dayside, о котором я чуть ранее говорила, он, в принципе, и по звучанию смахивает, только у них... у Entombed... у них как-то побольше хардкора на их Serpent Saints. У них очень веселая и задорная обложка, которая похожа на хоровод из крылатых писек. Тексты я, честно, не читала, но местами там тоже всякие такие писечные шутки проскальзывают. Из чего я могу сделать вывод, что ребята не лишены чувств юмора, но не перебарщивают с ним, когда пишут музыку при его участии. Некоторые песни из этого альбома посвящены библейским темам, типа как When and Sodom. Опять же, сама песня Serpent Saints так или иначе относится к религии. Кстати, в этой песне представлен отвратительнейший скрим на верхах. Ну, типа как там был намек какой-то на Дэнни Филса. Как этот вокал называется? Давайте, эксперты экстрим-вокала, расскажите мне, пожалуйста, об этом в комментах. Нет, правда, интересно. Но, несмотря на это, песню я не считаю испорченной, и альбом этот переслушиваю раз за разом с большим удовольствием, как раз за счет его целостности, за счет его активности, хардкоринги, ну, и общего звучания немножечко лоу-файного, может быть. Там ощущаются мною сейчас какие-то косяки касательно сведения, может быть, касательно записи. Но это придает специфическое ощущение качественного андеграунда альбому, и это вселяет в меня уверенность в том, чем я сама сейчас занимаюсь. Следующий альбом довольно-таки странный. Да, еще более странный, чем Children of the Night, например. Это альбом группы Muterlein, который называется Orphans of the Black Sun. Весь альбом представляет из себя повествование о ведьме, собственно говоря, о том, как ее казнили, о том, как она мстила. Стиль этого альбома – это что-то электрофоковое, то есть по факту металлом там даже и не пахнет. Но там, опять же, присутствует, в первую очередь, ведьминская атмосфера, во вторую очередь, очень интересный и очень специфический женский вокал. Связь между песнями этого альбома меня, по смыслу, совершенно не интересует, но в них прослеживается, опять же, какая-то общая нотка, общая тенденция, что задает альбому целостность. То есть понятно, что это одно произведение. И слушать оттуда песни по отдельности – это, конечно, кайф, но слушать его целиком – это кайф куда больше. К тому же группа Muterlein, кстати, если я не ошибаюсь больше, они с тех пор ничего и не выпустили. То есть Orphans of the Black Sun – это их единственный альбом. Так вот, группа Muterlein сняла клип такой на каждую из этих песен. То есть, получается, у них есть такой мини-мюзикл, что ли, который тоже по-своему интересен. Там практически нихрена не понятно, потому что все очень темно и относительно однообразно. Естественно, вам там никто не станет прям буквами писать на экране, что там сейчас происходит, поэтому понимайте, как хотите. Но его, этот альбом и видеоряд, который ему принадлежит, можно записать в такой, в разряд абстрактного темного искусства. Далее я хотела бы немножечко рассказать об альбоме группы Воевод под названием «Негатрон». Он для меня интересен тем, что это по факту классический трэш, в который добавлено очень много электронной музыки. Я точно не скажу, как называется жанр музыки этой самой электронной, который туда был добавлен, но трэша от этого в альбоме точно не стало меньше. Весь альбом представляет из себя движение, устремление вперед, накручивание постоянно скорости, накручивание напряжения, и электронная музыка только этому способствует. На мой взгляд, он очень похож на музыку группы Nine Inch Nails, хоть я немного, в принципе, их слушала, но какое-то впечатление на меня сложилось. И даже вокал в какие-то моменты напоминает вокал Трента Резнера. Сейчас творчество группы Воевод представляет из себя уже мега-абстрактные какие-то, мега-странные вещи, которые даже мне, любителю подобных странных штук, честно говоря, не заходят. Но альбом Негатрон, на мой взгляд, это как раз самое то, самая мякотка, такая прям серединка между трэшем и хрен пойми чем. А, да, где-то там между Негатроном и хрен пойми чем еще было немножечко стонера, об этом тоже не стоит забывать. Вообще здорово, когда команда позволяет себе выходить за рамки жанра, позволяет себе творить все, что угодно, типа, ну, мы здесь проездом. Поэтому я люблю группы, не связанные контрактами, которым лейбл не может диктовать как таковую свою волю. Ну, или они просто понимают, что из себя представляет музыка, и почему не стоит поддаваться на чьи-либо уговоры. При создании ее на чьи-либо советы, типа, умных людей полагаться. Потому что, когда начинаешь подстраиваться под кого-то, как правило, ты теряешь саму суть своего музла, само самовыражение, и превращаешься просто в ремесленник. Ну, и последний, самый прекрасный альбом, в котором вот вообще все прекрасно. Это альбом Elters of Madness группы Morbid Angel. Он пропитан лавкрафтовщиной. Во-первых, без этого никуда. Во-вторых, это дэдметал, и при том дэдметал довольно-таки быстрый. То есть, создавался этот альбом в период прото-дэта, то есть, помесье как бы дэта с трэшем довольно-таки специфической. Группа Abitory тоже, в принципе, подходит под этот жанр. Они классные, но мне чего-то в них не хватает. Я долгое время пыталась выслушать, чего же мне в них не хватает. Но, к сожалению, у меня так этого и не получилось. А вот альбом Elters of Madness прям дает мне все, что мне нужно. Помимо трэша, дэта, лавкрафта и сатаны, конечно же, куда же без сатаны у дэдстера, здесь присутствуют какие-то вообще безумные непонятные соло. Помимо того, чтобы запомнить такое обилие нот, которое, казалось бы, не поддается логике, это же еще как-то нужно все и написать. К тому же там присутствует очень интенсивная работа машинкой, работа рычагом, где вообще десятая доля миллиметра вправо, десятая доля миллиметра влево – это расстрел. Это все, это не та нота, а это значит лажа. Буквально, если там отклонение на какую-то четверть тона, то в рамках настолько отональной музыки, возможно, это и проконарит. Ну и за счет не только скоростных моментов и безумных соло, но также и за счет брейкдаунов очень мощных, которые как бы окутывают вас тимой первозданного хаоса, этот альбом представляет из себя что-то вроде лабиринта, где за каждым углом кроется по неведомой хтонической твари. В общем, люблю я этот альбом слушать, зовет. Не судите меня строго, но я забыла рассказать, брат, одну обалденнейшую формацию под названием «Аспид». Пусть этот будет такой одиннадцатый бонус-альбом. В общем, это группа то ли советского, то ли постсоветского пространства, к сожалению, я вам сейчас так прямо вот не скажу. В общем, чуваки где-то в годах в девяностых, в начале играли техникал трэш, и это просто разрывательно. Особенно если учесть, что делали они его на русском языке. К сожалению, у них всего один альбом, он называется «Экстравазейшн», и прям любому фанату трэш, дэдметал, да и просто металла, я очень советую послушать этот альбом, потому что, ну, это мосхед. С вами была Юлия Экспложен Рейдж. Я сожалею, что я не могу поставить вам эти альбомы, пока рассказываю вам о них, потому что Ютуб будет ругаться, авторские права и все такое, но я верю, что у вас дойдут руки самостоятельно их скачать, послушать, ну, или просто зайти на какой-нибудь сервис для прослушивания музыки. Также не забывайте слушать моем узлом, буду вам за это категорически признательна. Надеюсь, так же, как и вы мне за то, что я его создала. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. С прошедшими праздниками! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова